АПЛОДИСМЕНТЫ 75% от общего бюджета составили расходы на благоустройство территории поселения, озеленение, уличное освещение, содержание внутриквартальных дорог, благоустройство придомовых территорий. Установлено детских игровых форм на сумму 1 миллион 600 тысяч рублей, 24 мусорных контейнера для вывоза ТБО. В 2016 году в рамках областной программы «Дороги Подмосковья» был проведен ремонт дорог общего пользования в населенных пунктах Новосеньково, Арбузово, Семеновское, Ведернице, Тютьково, Дуброво. Наведен порядок на Сеньковском пляже, проведены очистка дна акватории, оборудован спасательный пост. В поселении работает одна из лучших в районе «Народная дружина». Всего за 2016 год на личном приеме принято 164 человека. Почти все вопросы и проблемы решены. По словам Николая Зубова, особое внимание администрации поселения уделяет поддержке многодетных семей. Всего их 126. Многим из них в 2016 году была оказана материальная помощь. В январе этого года создан Совет многодетных семей поселения. 24 ребенка получили материальную помощь от попечителей на сумму 508 тысяч, а также помощь продуктами питания и одеждой. Не забыты и ветераны Великой Отечественной войны, узники, пожилые люди. Им оказана материальная поддержка на сумму 80 тысяч рублей. Активно продолжает работать Совет ветеранов. Администрации поселения налажено тесное взаимодействие с духовенством Рогачевского благочиния. В 2016 году завершилось строительство Владимирского храма в поселке Новосеньково. Освящены Казанский храм в деревне Нестерцево и храм Ильи Пророка в селе Сеньково. Большое внимание в поселении уделяется спорту, культуре, работе с молодежью. Создана молодежная организация «Витязь и отвага». Они активно участвуют в различных мероприятиях, военно-спортивных играх, показывая отличные результаты. На протяжении 9 лет в синьковских школах развивается кадетское движение. Более 250 учащихся школ изучают основу военного дела, элементы строевой подготовки, занимаются хореографией, изучают языки. В спортивном клубе Сеньково занимается более 700 человек в 11 бесплатных спортивных секциях по боксу, дзюдо, баскетболу, волейболу, футболу, хоккею, гимнастике, лыжам. В 2016 году доход от предпринимательской деятельности клуба составил 983 тысячи рублей. В 2016 году начало свою работу любительское объединение «Открывая дверь», где занимаются дети с ограниченными физическими возможностями. В Доме культуры Сеньково проведено 302 мероприятия, которые посетили более 23 тысяч человек. В 2016 году сельское поселение Сеньковское заняло первое место в ежегодном районном конкурсе «Зимняя сказка» по украшению территории поселения к новогодним и рождественским праздникам. В завершении своего отчета Николай Зубов поставил задачу не снижать темпов развития поселения, усиливать свои позиции во всех направлениях деятельности. Он поблагодарил всех жителей поселения, коллектив администрации, депутатский корпус за поддержку в решении многих проблем. Высокую оценку работе главы и администрации сельского поселения Сеньковское дал приглашенный на отчет глава Дмитровского района Валерий Гаврилов. Он отметил, что по итогам проведенного рейтинга Сеньковское поселение и глава Николай Зубов заняли в районе первое место, оставив далеко позади другие поселения. Валерий Гаврилов выразил уверенность, что личный рейтинг 87% Николай Зубов по праву заслужил. Это является хорошим стимулом работать во благо жителей поселения. Валерий Гаврилов